Алексей, доброе утро. Доброе утро, Алексей Валерьевич. Доброе утро, Лиза, доброе утро, Никита, доброе утро всем. Ну что же, мы хотели с вами сегодня поговорить про литературу, про самые интересные и потрясающие запреты. Мы спрашивали наших зрителей, за что же предлагается запретить Пушкина, ту его сказку, которая про мертвую церевну и семь богатырей. Правильный ответ за то, что там пропаганда ЛГБТ, потому что по усамтику, а в рот не попало. Вы знаете, ну вот это, конечно, к специалистам, безусловно, более узкого профиля, чем мы все, собравшиеся здесь, включая, как я подозреваю, и большинство тех, кто находится в чате, вряд ли там много... Кто-то еще усмотрел микрофилию. Да, было дело. ...профессиональных психиатров. В том деле я тоже, я в чат, так сказать, заглянул по диагонали, там много правильных ответов. Там, конечно, речь идет про child free, разумеется, да, потому что, так сказать, в том коллективе, который сложился в сказке, там довольно трудно ожидать, да, потому что царевна одна и мертвая, а все остальное семь богатырей. Ну, в общем, черт значит, с этой точки зрения, с точки зрения демографической политики государства. Но, конечно, увидеть там ЛГБТ – это сильное решение. Но я вам хочу сказать, что на самом деле это не важно. Ведь зачем пишется донос? Вот давайте зададимся вопросом. Зачем люди этим занимаются? Вы знаете, я вспомнил, когда мы с вами вчера поговорили про тему, я вспомнил у любимого мной Александра Ивановича Куприна. Есть рассказ, который, значит, я хочу кусочек вам процитировать. Называется этот рассказ «Исполины», и суть в следующем – «Рождественский вечер». И вот гимназический учитель словесности, немолодой человек, в общем, достаточно разочарованный в жизни, с не очень-то сложившейся там карьерой, семейной жизнью и так далее, вот он возвращается домой крайне расстроенный. Он объелся, он лишнего выпил, он проиграл в преферанс. Но самое обидное, что вот во время, значит, у них под Рождество был такой ужин с коллегами. И вот один из молодых, только что закончивших университет, преподаватель гимназии, там на него начал наскакивать по вопросам воспитания юношества, и сам этот немолодой учитель почувствовал, что большинство подавляюще поддерживает вот этого молодого нахала. А его старого опытного педагога, значит, опору, что называется, тронной и так далее, не поддерживает. Вот его это крайне расстроило. Он пришел домой, сунулся к жене, она его отвергла, он сунулся к кухарке, она его отвергла. В общем, в результате он оказался в своем собственном кабинете, где на стенах висят портреты, как и положено, классиков, так сказать, российской словесности. И вот он вдруг начинает им устраивать выволочку этим самым классикам. Вот вы, молодой человек, хорошего роду, получили приличное образование, к стихам имели способность, к чему вы ее употребили, что писали, гаврелиаду, оду там какой-то свободе или вольности, ставлю нуль с двумя минусами. Ну хорошо, исправились, так и быть, тройка, стали на хорошую дорогу. Нет, извольте, камер-юнкерский мундир вам показался смешным, ведь нищим были, подумайте-ка, еще нуль, стишки писали острые против вельмож, нуль с двумя, а дуэль, а злоба, за них христианские чувства единица. А вы, господин офицер, могли бы служить, дослужились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше, кто вам мешал развивать свой гений. Ну, по моду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника, а вы предпочли ссылку, опалу, и опять-таки умерли позорно. Вот кто-то сказал собаке собачья смерть. Итак, талант три с минусом, поведение нуль, внимание нуль, нравственность единица, закон божий нуль. Ну и дальше там достается Гоголю, достается Достоевскому, в общем, всем за что-нибудь да прилетело. Похвалил Тургенева, но он тоже опомнился, и за связь с иностранной подданной, значит, тоже его осудил. Да, Полина Виардо, как известно, была францужникой. Вот в этом рассказе совершенно замечательно. Тончайший психолог Куприн показывает нам самодовольное быдло, которое, так сказать, имеет возможность поднять самооценку, его именно это сейчас интересует, да, потому что эта самооценка сильно упала в результате предшествующего вечера, поднять самооценку за счет людей, которые по каким-то причинам, ну, классики, понятно, по каким они умерли уже, да, но в других ситуациях по другим причинам не могут ответить. Конечно, бывают доносы прагматические, и когда нужна комната соседа по коммуналке, или когда хочется на этом заработать, как в Петровское время, когда за это, так сказать, неплохо платили, да, но очень часто доносы – это именно акт самовыражения. И с этой точки зрения человечество всегда будет писать доносы, уровень, так сказать, количества и степень абсурдности этих доносов в обществе будут зависеть исключительно от того, насколько власти, а это их прерогатива, создают этому режим благоприятствия. Вот если донос востребован, уверяю вас, никакие, так сказать, творческие преграды на пути авторов доносов не стоят. Ну, это ж какая должна быть фантазия, какой должен быть полет мысли и воображения, чтобы пусам тепло, а в рот не попало. Вот я говорю, это, на мой взгляд, специалистам другого рода. Но давайте поговорим, так сказать, поуже, да, так сказать, вернемся на русло все-таки литературы. Я не берусь судить, кто написал первый литературный, именно литературный донос в российской истории. Понятно, что это должно было возникнуть тогда, когда возникла литература. Но вот, по крайней мере, в 18 веке мы обнаруживаем очень активного доносчика, принадлежащего, так уж получилось, числу незаурядных русских литераторов, в том числе и литераторов, хотя его деятельность этим совершенно не исчерпывается. Как ни обидно, этот человек действительно был очень крупным ученым. Я говорю о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Вот так я знала, что нечисто с ним. Нечисто, конечно. А чего? Тут это, так сказать, хорошо известная ситуация. Когда Ломоносов, уж не знаю, подозреваю, что за этим стояли какие-то личные, так сказать, личные неприязни. Но Ломоносов, используя совершенно нам сегодня прекрасно понятный набор инструментов, обрушивается на немецкого ученого, немецкого по происхождению, а на самом деле академика Российской академии наук, давно и очень плодотворно работающего в русле российской истории, на Гебхарда Миллера, который написал диссертацию. И эту диссертацию, значит, как положено было в то время, обсуждает академическая, значит, общественность. А диссертация эта посвящена происхождению российского государства и становится родоначальником печально знаменитого нормандского вопроса. Нормандского вопроса, который и в других исторических кругах, я имею в виду других стран, тоже стоял, потому что это всего-навсего часть более общего вопроса о том, какие государства в Европе возникли при помощи нормандских завоевателей, Англию, давайте вспомним, Сицилийское королевство, давайте вспомним. Это, так сказать, вопрос, там, создано, не создано, что норманды повлияли, тут с этим спорить трудно. Ну и вот, соответственно, вполне академичная диссертация Миллера вызывает совершенно бешеную реакцию Михаила Васильевича Ломоносова. За что? Вот, пожалуйста, я вам процитирую. Миллер в своих сочинениях всевает по обычаю своему занозливые речи. Согласитесь, уже виден литературный дар, так сказать, пишущего, да? Всевает занозливые речи. Например, описывая Чувашу, то есть чувашский народ, не мог пройти, чтобы их чистоты в домах не предпочесть российским жителям. Миллер довольно долго работал на Урале и в Сибири, ну и, в частности, где-то там в проброс, видимо, сказал, что вот в чувашских избах почище, чем у их русских соседей. Вот Михаил Васильевич тут же и, так сказать, пришел в неистовство, да? Задержал обидно. Конечно, он больше всего высматривает пятна на одежде российского тела, проходя многие истинные ее украшения. Ясное и весьма досадительное доказательство сего моего примечания, что Миллер пишет и печатает на немецком языке смутные времена Годуновой и Растригены, самую мрачную часть российской истории, из чего иностранные народы худые будут выводить следствие о нашей славе. Смотрите, какую широкую дорогу пробивает Михаил Васильевич вот этому направлению в российском литературном доносительстве, на чью мельницу воду льет, да? За границей печатает свои душные княжонки, порочащие русский народ, от Ломоносова до тех, кто травил Пастернака. Короткая ли дорога, да? Два столетия. А ведь на самом деле набор обвинений-то абсолютно тот же самый. Вот. Значит, естественно, что, поскольку Ломоносов основоположник очень много чего в нашей истории, то по его пути пошли многие люди и начали, значит, вот, например, уже из века 19-го мемуаристка, значит, жена известного издателя, сотрудница в РУИ известного издателя Сенковского описывать, например, такую реакцию цензуры. В путешествии в Иерусалим, не помню чьем, действительно мудрено упомнить, поскольку в это время паломничество уже было весьма, так сказать, налажено, как разновидность путешествий, то очень многие люди, побывавшие в святых местах, писали некое свое путешествие в Иерусалим, такой травелок начала 19-го века. Так вот, значит, кто-то, видимо, решил опубликоваться. В путешествии в Иерусалим, не помню чьем, автор заметил, что смоковницы возле города тощи и имеют жалкий вид. Цензор зачеркнул эти слова и написал сбоку. Лиз, угадаете, что? Оскорбление чувств верующих? Разумеется. А вот конкретно в чем оно выражалось? Почему описать смоковницы, так сказать, невосторженным пером, это значило оскорбить чувства верующих? Ну, так смоковница – это же религиозный символ. Нет, дело в том, ну, собственно, я процитирую Цензора, да, сказать, не прибавить, не убавить. А может быть, под одним из этих деревьев отдыхал спаситель? Гипотеза, гипотеза. И, главное, поди опровергни, да, ведь может быть, конечно, да, как тут, так сказать, возразиться. Фантастика. Да. А вот, например, Николай Иванович Карамзин, который считается, ну, во-первых, первым русским историком, с этим там можно спорить, но, по крайней мере, это довольно распространенная точка зрения. Ну, и одним из первых русских литераторов, писавших на языке, скажем так, приближенном к тому языку, которым общество пользовалось в повседневном обиходе. Да, конечно, там язык бедной лизы еще не совсем, не вполне язык, так сказать, обычных образованных людей, да, потребуется еще. Еще один шаг потребуется Пушкин, но все тот же. Но, тем не менее, безусловно, Карамзин один из первых профессиональных литераторов в российской истории. И вот был у него недоброжелатель. Причем вот здесь абсолютно точно это вот тот самый случай, такую личную неприязнь испытываю, что пущать не могу. Некто Павел Иванович Голенищев-Кутузов из славного древнего служилого рода Голенищевых-Кутузовых. Был он, хотя человек военный, но в свое время назначен попечителем Московского учебного округа. И в этом качестве был лицом ответственным за цензуру на территории Московского учебного округа. За светскую цензуру. Церковная в руках церкви, светская в руках образовательных, значит, чиновников. И вот прицепился он к Карамзину. Хотя Карамзин как раз человек с точки зрения историка-государственника, в общем, пример почти безупречный. Для Карамзина одно из главных измерителей, один из главных измерителей состояния общества это состояние государства. Государство сильно, значит, общество здорово. Нет, вот Голенищев-Култозов, значит, пишет. Не могу равнодушно глядеть на распространяющие у нас уважение к сочинениям господина Карамзина. Вы знаете, что он и исполнены вольнодумческого якобинского яда. 1810 год, якобинцы еще памятны. Карамзин явно проповедует безбожие и безначалие. Не орден ему надобно бы дать. Вот, 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 попер мотив. Карамзину дали Владимира третьей степени. Орден достаточно такой высоко ценимый. И вот Голенищева порвало, видимо, у него этого ордена не было. Не орден бы надо ему дать, а давно бы пора его запереть. Не хвалить его сочинения, а надобно бы их сжечь. Ну и аргументация нас же сегодня интересует. Аргументация, да? Возьмите даже его Марфу Посадницу. Ну, давайте вспомним такой персонаж новгородской жизни, периода борьбы Москвы и Новгорода, да? Вдова новгородского посадника, которая возглавила антимосковскую пролитовскую партию среди новгородской аристократии. То есть за тех, кто выступал за уход под руку Литвы, а не под высокую руку русского царя. Вот что пишет, значит, Голенищев Кутузов. Какой республиканский дух и какая пустая выдумка, имеющая целью только воспаление духом республиканским, вложил в уста пьяной и глупой бабы, такое ощущение, что Павел Иванович знаком был с Марфой Посадницей, да? И очень ее недолюбливал. И недолюбливал. Ораторские речи в защиту вольности новгородцев и заставил ее говорить как демосфена. Я очень скоро оставлю вам выписку из проклятых его сочинений, где увидите весь яд, который он разлить старался на бедное наше юношество, полюбившее к несчастью его бредни. Вот еще одна совершенно макистрая. А это кому он писал? Да, вот там адресовано. Адресовано это наверх. Я не знаю кому конкретно это не на высочайшее имение, не императору он пишет, не по чину о таких вещах писать. Но это я думаю, что министру просвещения. Я сейчас, поскольку это его непосредственный начальник, я сейчас не упомню, кто у нас перед Отечественной войной эту должность занимал. Алексей, я правильно понимаю, что это именно была частная переписка, которая была впоследствии опубликована? И вот при жизни нашего героя она не была опубликована? Нет, при жизни нашего героя я думаю, что она не была опубликована. Дело в том, что к Рамзину не привыкать было, что называется, отбрюхиваться, потому что популярность его сочинений и истории государства российского, и его литературных произведений была столь велика, что на него буквально извергался поток. Кроме того, его травили целые организации, не только отдельные граждане, но и целые коллективы, собственно, Павел Иванович Голинищев-Кутузов как раз был представителем такого, знаете, почти всегда есть целые объединения людей, которые чувствуют себя такими, знаете, вот, часовыми. Нравственный камертон. Ну, и нравственный камертон, наверное, тоже, но вот часовыми при литературе. Помните, в 20-е годы было такое объединение, которое прямо так и называлось на посту. Маяковский писал на смерть Есенина, обращаясь к уже погибшему поэту, дескать, к вам приставить бы кого из на постов стали б содержанием премного одарен, не было бы в день писали строк по сто, да? Вот такие вот на посту они были всегда, и сейчас, естественно, есть, мы с вами их знаем и вот сейчас обсуждаем. Так вот, были такие шишковцы, значит, сторонники адмирала Шишкова, который предлагал контрреформу русского языка, отказаться от иностранных заимствований, ну и вообще вернуться, что называется, на патриотические прочные опоры. Помните, в Евгении Онегине, да, она была прекрасный случай, Дюком Эльфо, Шишков, прости, не знаю, как перевести, да, Кушкин и здесь, конечно. А, это вот тот самый Шишков. Это тот самый Шишков, конечно, тот самый Шишков, проживший долгую жизнь и много и плодовито боровшийся с, так сказать, любым прогрессом в языке, в литературе, ну и в нравственности в целом, конечно. Но, судя по шпильке Пушкина, боролся он безуспешно. Так, калибры-то были какие, да, все-таки калибр-то ему противостоял помощнее. Расскажу свой любимый пример, приведу свой любимый пример. Я прошу прощения у тех, кто постоянно нас смотрит и не пропускает. Мне кажется, я в каком-то утреннем развороте эту историю уже рассказывал, но я ее так люблю, что не могу себя отказать в очередном удовольствии в воскресное утро между чашкой кофе и тарелкой супа рассказать историю поэта Валериана Олина. Был такой литератор, билетрист, поэт, переводчик, прозой тоже баловался. Он был невероятно трудолюбив. Он современник Пушкин. Невероятно трудолюбив. Мелкий чиновник, хотя он хорошего дворянского рода, но вот карьеры чиновную он не сделал, потому что целиком и полностью отдавал себя литературе в каждую минуту свободного времени. Писал, переводил, сочинял стихи и хотел это все публиковать, 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 тратил на это свои небольшие средства. Кстати говоря, Олин один из первых российских литераторов, подобно Пушкину при полном несоответствии калибров, но он один из тех людей, который пытался на литературные заработки жить. То есть он пытался стать профессиональным литератором. Это же хобби в то время. Будь поэтом, но служи. У нас какие-то проблемы. Алексей Валерьевич, вернитесь к нам. Алексей к нам вернется. Будь поэтом, но служи. На красивых словах немножечко подвисла наша связь. Кстати, пока наша связь отказывается служить, вы можете послужить, так сказать, развитию отечественной независимой журналистики и перевести нам донат. Донаты продолжают идти, спасибо большое, но не то чтобы очень активно, а если получится... 72 тысячи осталось. Это небольшая сумма, ну как небольшая, честно большая. Для одного человека большая, а вот для тех тысяч, кто смотрит нас... Давайте вместе поднажмем, я сейчас тоже даже отправлю, чтобы поднажать. Да, давайте подождем все вместе, Никита возглавит наш поднажимательный отряд, QR-код у нас есть, он висит на видео, прямо на трансляции, это если вы смотрите, например, с компьютера, перевести хотите с телефона, есть еще ссылка под видео, по ней тоже можно перевести, я напомню, секундочку, прости, пожалуйста, если вы смотрите нас через VPN, тот самый страшный VPN, который портит все на свете, то его нужно переключить, отключить, если вы хотите переводить с российской карты, потому что странная получается схема, если VPN у вас включен, то он транслирует как бы что в другой стране, и с другой стороны вы как бы не можете перевести с российской карты, и ничего не работает, поэтому заходите по ссылке, если есть VPN, отключаете его, переводите с российской карты, если с зарубежной карты, то вообще не важно, тут, я думаю, вы сами разберетесь, и вуаля, вы поддержали работу Живого Гвоздя. Лиза, прямо на пол шашка вперед ты меня идешь, именно это я и хотел проговорить, и мне понравилось замечание нашего зрителя Славы Моторкина, замените Карамзина на Акунина, Голенищева, на Хейнштейна, ничего не меняется. Акунин российский власть считает иностранным агентом. И просто редиской. Алексей Валерьевич, нам вернулся. Алексей Кузнецов, да, с нами. А как-то он плохо с нами. А вы нас слышите? Алексей Валерьевич! Алексей Валерьевич! Так, так, вот. Нет, все еще не работает. Ну что ж такое? Вот вечно эта связь все портит на самом интересном месте. Приходится тратить время на то, чтобы переподключаться. Алексей Валерьевич, вы слышите нас? Я вот вижу, как Алексей Валерьевич шевелится, но почему-то он нас не слышит. У нас, да, знаешь, это напоминает попытки связи с космонавтами, когда на МКС проходит по определенной орбите, нужно связаться, родственникам дается немного времени, чтобы поговорить, потом МКС скрывается и снова возникает. Вот, да, у нас такая космическая происходит здесь. Да, я пытаюсь подавать сигналы руками, но, кажется, тоже не работает. Но, я думаю, если Алексей Валерьевич нас услышит, то он объявится, поэтому давай пока не будем останавливаться и продолжим этот разговор. Как раз исторические разные параллели, продоносы и все прочее. Мне понравилось, я пытался этот вопрос тоже немножечко изучить, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру и наткнулся на совсем такой, я бы не сказал фантастический по нынешним временам проект, но как-то люди уже, наша аудитория, году, это к 2012-му пытались фантазировать. А как бы можно было бы запретить те или иные произведения, классические, как сказки, не знаю, там, повести детские и, самое главное, мультфильмы. И вот нашел целый перечень 2012-го года, который, знаешь, сделали под копирку перечня запрещенных музыкантов в Советском Союзе, там, серия Black Sabbath пропагандирует сатанизм, там, Talking Heads неправильно интерпретирует внешнюю политику Советского Союза, KISS, это группа про фаршизм и так далее, и тому подобное. И вот, например, в этом списке есть 38 попугаев мультфильм, и там попирание семейных ценностей по версии нашей аудитории. Так, подожди. Малолетняя мартышка не только живет с удавым поживым попугаем и слоном, но и помогает им мериться длиной. Вот такие вот интерпретации нам предлагают. Ну, мультфильм «Голубой щенок» тут, в принципе, понятно, да. Маленький щенок комплексовал, потому что был голубым, но потом его похитил моряк, и щенок стал сейчас. Прям ужас, какая-то ЛГБД-идеология, которая вот пытается проникнуть под видом мультфильмов запрещенных. А Чебурашка и Крокодил Гена никого не смущают? Есть, сейчас тебе найду. Тут и педофилия. Нет, нет, там, кстати, немножечко, как сказать, немножечко указано, но какие слова. Крокодил Гена и его друзья, одобрение хулиганства, крамольная песенка и терроризм. Вот как. Ну, мне кажется, что взрослые дяди, которые все время таскают собой маленького мальчика, это тоже подозрительно. Я бы на этом месте понимала... Кстати, взрослый дядя с маленьким мальчиком, Золотой ключик или Приключение Буратино. Укушение на избиение детей, герой Карабас-Барабас стоит и ходит с плеткой, садизм и мазохизм. Отец Буратино замахивался на сына топором, а также покалечивал ему нос. Рисуется отрицательный образ жуликов и воров. И тут примечание показ таких мультфильмов может привести к дестабилизации России. Кроме того, в поведении героев есть явные психические отклонения. Карабас-Барабас зачем-то бегал за Буратино с плеткой. У Мальвина явный нацессизм, у Пьеро целый набор комплексов, а персонаж... У Артемона. ...бессовестно торгует наркотиками. А мне интересно, какие проблемы они бы приписали Артемону. Алексей Валерьевич, может быть, слышит нас? Есть такая проблема. Просто тогда мы еще ее не видели, а сейчас, если посмотреть, по крайней мере, экранизацию «Золотого ключика», которая на «Беларусь» в фильме была снята, это явно квадроберство или фурии. Я вот не знаю, я понимаю, в принципе, чем они отличаются, но это такая тонкость, что лучше пока, скажем так, не приводить в пример, потому что иначе мы всех запутаем. Да, вот, тоже актуально, Тарас Бульба. Моральное оправдание сына убийства, описание банды экстремистов как героев. Это намекается на казачье братство. Дюймовочка, зоофилия, пишет нам ГАСВ. Оскар Васильевич, а каникулы в Простоквашино это вообще кошмар, мальчик живет с котом и собакой. Вот да, где тут традиционные ценности. Покойной ночи малыши, взрослые дяди и тети зверушкам руки в задницу засовывают. Марина Козлова, про них знаю, они там в город направились, где одни девчонки живут, а такие феминистки-амазонки, нескрепно. Вот, кстати, не знала такое произведение «Резиновая Зина» стихотворение «Огни Барто», реклама резиновых женщин, демонстративное нарушение пожарной безопасности, купание в бензине, циничное одобрение бросания детей родителями. Если будет «Разини», отправим обратно. Вот такая цитата оттуда приводится. Кстати, вообще, мы стали забывать, и одно время даже пропадала эта книга из Литреса. Сейчас, кстати, можно проверить, уважаемые зрители и слушатели, посмотрите, есть ли она в Литресе, потому что я помню, что одно время она даже пропадала. «Приключения Чаполина». Вот самая экстремистская... Ой, это вообще, слушай, приземли... ...новение сотрудникам полиции, критика родного государства, описание экстремиста как положительного героя, инструкции по свержению режима, просто, знаешь, кошка. Мне пишут, что Алексей Валерьевич уже здесь. Алексей Валерьевич, прием-прием. Прием-прием-прием. Вот. Ура. Давайте вернемся обратно к этому трудолюбилому товарищу. Так вот, да, ежели ты поэт, уже как известно, да, и ежели ты, скажем, Жуковский, то стань воспитателем царских детей, и никто тебе слова дурного не скажет. Ну вот, и поэт Уолин, значит, собрал очередной сборничек лирики своей, сельской, и его в цензуру, как было принято, и попало утверждением. И попал он под асфальтовый каток, который назывался «Цензор Андеркрасовский». Человек совершенно, так сказать, невероятного тоже трудолюбия и самых, что ни на есть, благих намерений на его цензурном, что называется, поприще. Вот, смотрите, что пишет Уолин в своем стихотворении, которое он называет «Станцы к Элизе». «Что в мнении мне людей один твой нежный взгляд дороже для меня внимания всей вселенной?» «Сильно сказано», пишет Наполяк, «К тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожит Олд». Олин не останавливается в своем, так сказать, желании поразить воображение женщины, уж не знаю, конкретной или абстрактной. «О, как бы я желал пустынных стран в тиши, безвестный близ тебя к блаженству приучаться и кроткою твоей мелодии души во взоре дышащей безмолвствую пленяться». Реакция цензора. «Таких мыслей никогда рассевать не должно. Это значит, что автор не хочет продолжать свои службы государю для того только, чтобы быть всегда со своей любовницей. Сверх всего, к блаженству можно приучаться только близ Евангелия, а не близ женщины». А он там не употреблял ничего, как думаете? Лиз, вы знаете, я думаю, он дышал ароматом чернил, по долгу службы, разумеется, и чернила эти были вот такого свойства, поскольку это были настоящие хорошие государственные чернила, не Китай какой-нибудь. Я думаю, что этого ему для вдохновения было достаточно. Слушайте, таких людей всегда было много. Ну, а Надежда Константиновна Крупская, которая, будучи по должности, она была на современные деньги, скажем, заместителем министра народного просвещения, но тогда Министерство народного просвещения включало в себя и Минкульт. Или детский амбутсмен. Да, 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 и детский амбутсмен, в общем, много всяких ведомств. Так что, по сути, она была в ранге нынешнего министра просвещения, и заодно еще к ее предметам ведения относились библиотеки. Не уверен, вот только ли сельские или вообще все библиотеки, но сельскими библиотеками она точно ведала. И погром, который Надежда Константиновна учинила в библиотечном деле, вообще заслуживает отдельного исследования. Может быть, такое исследование уже и появилось, просто я с ним не знаком. вынесла оттуда Майнрида, Фенимора Купера, Марка Твена, поскольку это все буржуазные, значит, примеры это самые нам неподходящие, но у нее были любимцы, у нее были любимцы, на которые она обрушивалась особенно. Помните стихотворение Корнея Ивана Чичуковского «Крокодил»? Я не прошу вас цитировать общий смысл, да? Вот как отреагировала вдова номер один на это произведение. Причем произведение уже много лет как было напечатано, но вот где-то к концу двадцатых Надежда Константиновна наконец осенила. Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл она имеет? Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка. Приучать ребенка болтать всякую чепуху, всякий вздор может быть и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое хотим дать нашему подрастающему поколению. Такая болтовня неуважения к ребенку. Вот смотрите, какой высокий уровень доноса. По сути, ведь это донос тоже. Высокий уровень доноса. Тут даже особенно примеры приводить не надо, но она привела там один жалкий пример. И то он такой двусмысленный, ведь все-таки свободу народу дарует герой, а там уж и вы знаете это уже мелко. Хоботов это мелко. Но уровень аргументации то, что это вот значит такая болтовня неуважения к ребенку. Мне кажется это абсолютно универсальная фраза. Ее можно вырезать в резине, чтобы каждый раз так сказать руку не трудить и просто ставить как резолюцию на любое произведение детской литературы. Такая болтовня это неуважение к ребенку. Хорошо. А где она это написала? Правда литературная газета? Нет, это не литературная газета, которой еще не было, поскольку 28-й год а литературка появляется в 30-е годы. Мне кажется это правда. Но вы знаете что интересно? Одним в 30-е годы по крайней мере одним из главных, если мы говорим уже об изданиях, одним из главных литературных погромщиков по части детской литературы это редакция пионерской правды. Вообще редакция пионерской правды вот в мои-то годы, когда я был пионером, да, то есть вторая половина 70-х, пионерская правда обычная, совершенно беззубая газета, где писали про хороших детей, о том, как их награждают путевками в Артек и как они там макулатуру ударно собирают, нормальная пионерская газета. А в 30-е годы, судя по всему, пионерская правда это такой вообще борец, это такой, ну, если коротко, это такая сволочь, на самом деле давайте вспомним, что канонизацию Павлика Морозова начинает неизвестие, не правда, а именно пионерская правда. И если бы не журналисты пионерской правды, этот случай, один из сотни, когда там можно подозревать, что мальчик каким-то образом в связи с событиями вот этой вот, скажем так, условно-классовой борьбы в деревне погиб, никто бы, скорее всего, этого несчастного Павлика бы и не вспомнил. Пионерская правда из него сделала первого советского святого мученика. А как это работало? Ей говорили, вот ей нам нужен Павлик Морозов. Это все было на чистом энтузиазме и чуйке. Вы знаете, я хочу порекомендовать тем, кого, как и вас, этот вопрос интересует подробно. Есть замечательная книжка, причем она есть в открытом доступе в интернете. Написана современной британской исследовательницей, совершенно блестящим специалистом по советской истории Катрионой Келли, которая называется «Товарищ Павлик». И эта книга посвящена не столько анализу различных версий гибели мальчика, хотя они там тоже приводятся, но именно тому, как складывался вот этот пропагандистский миф. Каковы были его стадии, какие тенденции между собой боролись. Но совершенно очевидно, что в начале 30-х годов существовал властный запрос. Он не был оформлен в виде решения съезда, но люди, привычно делающие идеологическую работу, а любой главный редактор газеты того времени без чуйки, как вы совершенно правильно выразились, не выжил бы там и недели. Потому что в любой момент эта чуйка должна была главного редактора уберегать от подводных камней и выводить на широкую и ясную дорогу идеологической работы. Видимо, эта чуйка подсказала, что вот-вот пора найти мальчика убиенного, но только раньше искали мальчиков от жидов умученных там в районе еврейской пасхи, вспомним дело Бейлиса, а теперь ищут мальчиков от кулаков умученных, не обязательно даже к празднику. Но на самом деле логика примерно та же самая. Вечно находят каких-нибудь умученных мальчиков. Я, кстати, пользуясь случаем хотел порекомендовать нашу аудиторию, есть замечательная рок-опера Павлик Морозов «Суперзвезда», которая была написана на мотив известной рок-оперы Эндрю Уэйд Уэббер «Иисус Христос «Суперзвезда». Она была записана филологами, студентами в общаге МГУ и в свое время стала очень вирусной. Расходилась на пленках и сейчас ее можно найти в сети. Это просто гениальное произведение. Всем рекомендую. Никит, вы знаете, я про это слышал, но я был уверен, что это байка. Нет, оно есть и я довольно часто переслушиваю. Это просто восхитительно. Там, ну, кто захочет, найдет. Поверьте, оно того стоит. Это да, безусловно, безусловно. А с Чуковским-то противостояние с Крупской как ему обернулось? Ну, как говорится, Корней Иванович вышел в финал. Крупская умерла в 30-е годы, Корней Чуковский прожил еще долгую жизнь, но я хочу сказать, что ему, конечно, сильно испортили, видимо, любимое дело его жизни. Чуковский ведь писал не только детскую литературу, но в его дневниках, а у него очень подробные дневники, в его дневниках есть сожаление и по поводу того, что ему Бармалея зарубили во время войны, и после войны, видимо, любимое его детское произведение. Помните, у него есть такая, ну, поэма, в общем-то, о Лилипуте, Бибегоне, такой советский Питер Пен, да, вот Бибегона ему зарубили в 46-м году в ходе начинающейся борьбы со всяким низкопокломством и космополитизмом. Да, конечно, ему прилетело меньше, чем Ахматова или, скажем, Зощенко, но на протяжении всей своей жизни, начиная с царских властей, ведь первый раз неприятности с политической полицией Корнея Ивановича были еще довольно задолго до революции, вот, вот всю жизнь он был как бы вот под таким вот колпаком и в результате, ну, трудно судить, но думаю, что он написал и сделал меньше, чем мог бы и уж в любом случае с нервами, которых он абсолютно не заслужил. Лучше уж пусть Пушкинах трогают. Пушкинам явно безразлично все, что про них пишут различные представители традиционных общественностей и в чем обвиняют их творчество. Потому что памятник себе воздвиг нерукотворный, да, вот поэтому и может теперь спокойно покоиться. В общем-то и не спорить им ничего нельзя. Я еще хотела напомнить, что вообще-то сегодня у одного хорошего человека день рождения мы можем поздравить прямо в эфире. нашим скромным эховским коллективом. Вы имеете в виду Ольгу Журавлеву? Разумеется. Я с удовольствием присоединяюсь. Спасибо, Лиза, что вы, так сказать, для этого выделили время, потому что я уже сидел с утра и думал, как бы мне поэффектнее поздравить замечательную коллегу Журавлеву. Вот я считаю, что вы нашли самый замечательный вариант. Да, друзья, вы тоже можете, во-первых, написать что-нибудь приятное в чате, например, я думаю, что в комментариях передадим. Ну и я буду говорить сейчас за Олю Журавлеву, но я надеюсь, что она не будет против. Наверняка Оле Журавлеву будет приятно, если вы поддержите YouTube-канал «Живой Гвоздь». Наверняка. Ну и, конечно, Оля, с днем рождения, обнимаем и всего-всего хорошего. Ура, ура, ура! Алексей Валерьевич, спасибо большое. Очень вам всегда рады. Спасибо вам, ребята. Извините, как всегда не обошлось без технических помех, но вот я ничего не могу с этим сделать. Это как раз, не знаю, было наглядно для того, чтобы показать, для чего мы собираем. Для апгрейда нашего оборудования, для налаживания связи, коммуникаций. И, насколько я слышал, уже когда включился, так сказать, вот эта пауза, она дала вам возможность продемонстрировать совершенно блестящие образцы и творчество нашей аудитории, которая в данном случае, то, что я слышал, буквально искрилась желчным юмором, который я и сам очень люблю. Так что это здорово, видите, так сказать. Нет худа без добра. Все, всем хорошего завершения выходных. Спасибо. А вам хорошего завершения эфира, поскольку главная сегодняшняя баталия наскоряя вас впереди. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok